Девушки отдыхают С королями всегда проиграет тому, кто говорит с народами Вот вы в таком житейском смысле слова с людьми разговариваете Причем в отличие от большинства политиков верхнего эшелона Делаете это в неподготовленных форматах Вот как сегодня на рынке, на митингах Скажите пожалуйста, это у вас говорить с людьми Это такая осознанная политическая необходимость или внутренняя потребность? Поделитесь пожалуйста Ну это как бы все в таком естественном варианте Тут Наполеон что-то сказал Вот я наблюдаю нашу политическую жизнь И КПСС проиграла, потому что они выступали по записи Группа советников или спичрайтеров Им писали тексты, они выходили, бубнили Никто не слушал, и сейчас я их вижу здесь В думе они продолжают так же по бумажке Вот надо говорить, если есть возможность Как петь Если есть голосовые связки, голос, музыкальный слух Но здесь-то, как говорится человек По бумажке он что-то говорит Но он проигрывает в конечном итоге Вот именно однопартийный режим там это можно Ибо там все по бумажке А сегодня они, у них не получается Явлинский, он не мог спокойно выступать, свободно Его учили там даже как руку держать Он искусственно руку поднимал То есть, так сказать, репетиции Здесь репетиции не годятся Забытое искусство риторики Да, поэтому это естественно должно быть И особенно выступать перед большими массами Чтобы было понятно, доступно Ваш политический кумир Петр Аркадьевич Столыпин Тоже, кстати, прямо общался с народом За это его император и заметил И приблизил к себе Но вернемся к народной теме Вы говорите не только с народом Но еще и о народе с властью И при этом не стесняетесь Словосочетания русский народ Вот Владимир Владимирович, почему в нашем политическом поле Взять вот хотя бы последние президентские выборы Были какие угодно кандидаты Ксения Анатольевна Собчак, например Но никто, кроме кандидата от ЛДПР Не говорил о проблемах и повестке Государства образующего народа Ну, что они Никто не жил в национальных республиках То есть, они все в Москве Варились в этом соку И все были коммунисты практически И Бабурин там, и остальные И та же Собчак Папа был коммунист Какая разница Все это семья Воспитание Или это столица Петербург, Москва Я в провинции вырос И 20 лет прожил в национальных регионах И видел проблемы русского народа Задолго до начала распада государства И вот тех последствий Которые мы сегодня переживаем Когда русских расстреливают Донбасс Из Донбасса или Луганска Ни разу не прозвучал возглас Мол, Москва Мы русские Нас убивают Уже они там Их убивают за то, что они русские И слово русские оттуда не доносится Мы пенсионеры Мы то Это вот так Как бы забитое Русское национальное самосознание Большевиками От Ленина До Ельцина Ельцин придумал россияне Что за чушь Ну вот а вообще Если взять Не к ночи Будет помянутую Википедию Посмотреть там Определение национализма Как политическое течение Мы увидим там только позитивные смыслы Это по сути готовая Политическая платформа Для любой партии Или политика С гарантированной Электоральной поддержкой Это ставка что Она не видна Политическим игрокам Или ее Запрещено играть Опять же У них это нет Внутренне Допустим Левые Они берут Социальную тематику И национальную Вообще у них Как бы Никак Не Проходит Покойный Лукьянов На одном мероприятии У коммунистов Говорит А что это мы Русскую карту Должны Жириновскому отдавать Видите Для них русский народ Это русская карта Давай-ка и мы разыграем И тоже что-то там попробуем Или Навальный Одно время Пытался тоже То есть они Издеваются Для них русский народ Или Русский Это просто Сейчас популярно Сейчас можно что-то получить Кое-где они могут Тоже сказать Как-то так Попытаться Но это не от души И они не чувствуют этого Чувства внутреннего нет Это просто Как Эти вот Политтехнологи Могут сказать Вот давайте Вот так вот Скажите Это может быть Какое-то впечатление произведет Я это говорил всегда Чисто от души Сам Поскольку Я первый раз Выднул этот лозунг Я буду защищать русских 91-й год Еще советская власть Рыжков Ему 90 лет Вспомнился Сенатор Он тоже был Кандидат президент На каких-то дебатах А какой русский народ У нас же советский народ Представляете Он председатель правительства Советского Союза Он кандидат президента Уже России И у него в голове еще Мол как так Русский народ У нас советский народ Что это такое Второе место заняло То есть Коммунисты все Вбили в голову Интернационализм Советский народ Советская власть Советский Союз Вот отсюда Это и крушение страны Если бы это была Россия Никто бы не смог разделять ее Как Россию разделять Вот Вологда отдельно Кострома отдельно С ума сошел А когда республики По республикам и рассыпалось На 15 частей Росстат нас тут всех в октябре В кавычках обрадовал Сказал, что мы продолжаем Ускоренно катиться В демографическую яму 219 тысяч у нас убыль населения Разница между смертностью и рождаемостью Это больше чем В прошлом году На 50 тысяч Владимир Иванович Если так можно выразиться Почему русские предпочитают Больше умирать, чем рожать Вот поэтому Они чувствуют, что это их дом Их земля Как целина Поехали на целену Это Казахстан Что вы там делаете Вы для кого хотите Больше хлеба вырастить То есть Сто лет Русские не понимают В какой живет стране День и ночь Про какую-то Поволжскую республику Или Северо-Кавказскую Или Сибирскую А про русских Про русский народ Почти ничего Это вот уже сто лет Сто лет То есть народ превратился в бомжа Александр Третий Это понимал Не было большевиков Никаких Это 1800 Какой там год 84 85 Ну до 94 Года Когда Николай стал Он сказал, что Основа России Русский народ И мы все должны Уважать это В другой раз сказал Россия для русских Он сказал А сегодня это чуть ли Не какое-то Экстремистское Выражение То есть царь понимал Николай Второй Начал понимать И хотел уже встречаться С партией Союз русского народа Ельцину пытались Это подсунуть Но чисто Для усиления влияния Не потому что Да Память там Вроде бы Какую-то встречу Собирались организовать То есть Ушло Это вот понимание И везде Да Выдавливают русских Вот я 55 лет назад Уехал Там я проживал В Казахстане И 18 лет Я видел и слышал Как унижают русских Язык Культура Кадровый вопрос Квартира Не специально Они это делают Это Москва Навязывала Москва Хрущев Когда пришел К власти В 59 году Он тоже Как Горбачев Хотел Чтобы на Западе Его уважали А там специально Подсовывали Национальную карту И критиковали Вот у вас В республиках Везде русские Вы как бы Получается Они у вас Как колония И так далее Он решил показать Да нет И дал команду На руководящие посты Поставить местных А чтобы они Не баловались Русский зам Помощник русский Но это же Только вот так Где-то Чуть-чуть Основная масса Русских живут Понимают Что они больше Здесь никто Они здесь чужие И нацмены Стали говорить Да вы русские Уезжайте В свои степи Или куда еще То есть С первых дней Советской власти Началось гонение Против русских Вот оно продолжается Сегодня По инерции По инерции Да По инерции Я Здесь в думе Сказал Две недели назад Мы засыпаем Деньгами Называю город Одной национальной Республики Так где-то там Минореты строят До небес Так мне Замечания делают А что русским Мы ничего не даем У нас бюджет идет С учетом Национальных регионов А не с учетом Надуши населения Мне делают замечания У нас Дружба народов У нас Многонациональный народ До сих пор Это коммунистическая песенка Продолжается Власть боится Самого понятия Русский народ Вы же даже Насколько я помню В июне месяце Покинули заседание Госдумы В знак протеста Против этой волынки С паспортами И хотят давать Паспорта Русским Вы что делаете Вообще В это же время Даете всем остальным И они смеются Ты русский в очередь стал Через 8 лет получишь А я вот за 2 недели получил Но 700 тысяч заплатил Взятку А где я взял Тебя я обманываю на рынке Там в гостинице Где-то еще Выжимаю с тебя все соки И ты стой в очереди А я все куплю В твоей стране Которая вроде бы Должна быть для тебя И паспорт И квартиру куплю И работу И все остальное Вот и продолжается сегодня Вадим Иванович Как раньше говорили Есть мнение Помните такое выражение Да Ну это такое Совокупное экспертное мнение О том что С вероятностью 10 к 1 Через 10 лет При сохранении Политических Экономических трендов Которые вот сейчас На данный момент Россия В ее нынешнем виде И в нынешних границах Не будет Тут никакой конспирологии Это факторы Деиндустриализации Недостаточный уровень Медицины и образования Молодежь у нас Что-то любит уезжать И говорит о том Наши молодые соотечественники Говорят о том Что 40% Владимир Иванович Говорят Хотим уехать Вы согласны С такой оценкой Значит В плане территории Ничего не произойдет Поскольку Чем хуже ситуация Тем быстрее Правители Начинают принимать меры Вот разгар войны Мы практически Проигрываем Первые два года И через два года Сталин начинает Искать Что же делать А восстанавливаем Империю Вспомнили Суворова Нахимова Кутузова Ордена Погоны Звезды Церковь Все вспомнили И поставили На вооружение И тост Произносит Сталин В Кремле 24 июня Парад Победы Среди прочих Тостов Говорит А теперь Я хочу поднять Тост За русский народ Самый терпеливый И так далее И так далее Все комплименты То есть Вот Значит Будет ухудшаться Ситуация Начнут принимать Меры А пока Вот Слабые меры И слабоволие Слабоволие Идет От КПСС КПСС Не просто Однопартийный Был режим А Каждому члену КПСС Который хотел Делать карьеру Должен был Молчать Это я Свидетель Это все было При мне Я прожил 43 года При советской власти Наверх шли Только молчуны И подхалимы Поднявшись Наверх Как Горбачев Или Ельцин Они не умеют Делать ничего Они даже не знают На вершине власти А что делать Сегодня пример Зеленский Он говорит Я устал Что одно дело Смешить публику А другое дело У тебя вопросы Войны и мира решать То есть С улицы приходят Президенты На Украине И большевики С улицы Вы считаете Зеленский слабый президент? Он не хотел быть Вы понимаете? Ставка была На Юлию Тимошенко Чтобы опустить Порошенко Нужно идти По принципу Политехнологии Две позиции Три Замалчивать Но выборы президента Как замолчишь? Значит Чернить Не очень легко Могут и по морде дать А то и выстрелить Высмеивать Вот Это взяли на вооружение Давай Зеленский Как комик Пусть высмеивает Порошенко А в это время Дама Тимошенко Тимошенко Побеждает На выборах Но Не сработало Он не сработало Она слишком слабая А Зеленский Талантливый парень Он так Высмеивал Порошенко Что народ Потянулся к нему А что нам это Юлия? Вот парень Все говорит правильно И На него приятно смотреть И первый раз На новенького То есть это провал Он не знал Он не хотел Как его Леведь Он Шел на выборы Ему говорят Может быть президентом Скоро станешь Он уже А он говорит Надо поддержать Ельцина Как что? А потом Дают должность Малозначительную Секретарь Совета безопасности Что это такое То есть бумага Чиновник Он говорит Я не знаю что делать Как Зеленский То есть взяли с улицы генерала Конечно он не знает что делать Он себя никогда не готовил В президенты Ничего не умеет То есть это вот Улица КПСС Она или Молчунов Подымает наверх Или берет с улицы И в том и в другом случае Поражение Ну это еще Грибоедов Описывал Помните? Молчунов Да Служить бы рад Прислуживать Тошно И Фамусов дочь Выдает за Молчалина А не за Чацкого Чацкий умнее И как отца его можно понять Благороднее А он берет кого? Чиновник Тихо Спокойно И при деньгах Все А Чацкий Че он там выступает Говорит Еще его Которые сошлют Потому что давно Веками это все идет Да? По социологии Немножечко поговорим По вопросу Левада Центра Владимирович 60% наших с вами Соотечественников Настроены И хотят Решительных перемен В стране Ни одна партия Ни одна партия Не может похвалиться Выбрали Кремль Как святое Такое место Вот И В основном Это конечно Праздничное мероприятие Юбилей Ну конечно Мы дадим оценку Всего Что произошло И Наше видение Того С чем мы столкнемся В 20-м В 21-м И В последующие годы Как бы Мы Приближаемся Действительно К определенной Развязке Потому что Команда 20 лет Ровно С августа 99-го Уже сейчас Ноябрь И они думают Что им делать В 24-м Году Видите Опять Ну ведь Демократия Ничего не думайте Истекли полномочия И проводите Свободные выборы Все Нет Вот как Пройти так Чтобы Остаться Вот Конечно Скорее всего Они пойдут по пути Значит Усиление Должности Председателя правительства Может быть даже Прямо переход На парламентскую республику И президента Избирать На заседании палаты Как в Германии Германский вариант Вот Президента избрали Он ордена вешает Выступает Что-то Поехал за границу Будут какие-то Конституционные изменения Вы считаете Обязательно Им нужно усилить Или Совет безопасности Дать ему Допустим Полномочия Приостанавливать Указы президента Решение правительства И решение Федерального собрания Если они видят Что что-то не то У них будет полномочия Приостановить Ну вот Казахстанский вариант Допустим Когда Чем на благородном Сиди отдыхай А попробуй кто-нибудь Что-нибудь не так сделать На Западе все открыто Вот Трамп Ничего не сможет сделать Его блокируют уже Четыре года И на будущий год Даже если изберут его Еще четыре года Будут блокировки Вот Британия Ничего не может сделать Премьер-министр Вся сила в руках Парламента И там четко Вот Сорок девять На пятьдесят один Нет такого Семьдесят Там Это стыдно Чтобы какая-то партия Получает семьдесят Вся Европа Это двадцать процентов Пять партий Допустим Двадцать пять Четыре партии Это все Семьдесят Все Победили они А у нас вот такой вариант Ага Не получается Срок продлить Еще что-то А давай Перейдем К парламентской республике И там нет сроков Вообще Я не понимаю Чего они раньше Это не сделали Это можно было сделать Еще восемь лет назад Это можно было сделать В восьмом году Когда Медведева избрали президентом Можно было даже Этого не допускать Внести поправки И Медведева избирает Государственная дума Денеги тратить не надо Но все полномочия На максимум У премьер-министра Которым На этот пост Был назначен Путин Все Честно Чисто Благородно Медведев Десять лет Четыре и шесть Десять лет Сейчас вот Избрали бы Нового президента А премьер-министра Нету сроков Все Скука хочешь Пока у тебя есть большинство В парламенте Ну вот В России все с опозданием На десять лет На пятнадцать На двадцать На тридцать И все такое Вымученное Но на Западе Все отработано Все Многопартийные режимы Везде И везде В основном Сильное правительство И Британия И Германия И Италия В Италии Каждый год Меняется правительство Каждый год С сорок пятого Семьдесят пять Правительств Никакого Отношения К экономике Не имеют Как была Италия Там шестая Седьмая экономика А у нас Чехарда У нас Криз У нас Аврал У нас Страх Вот там Идут Те идут Другие идут Но это Связано С географией Потому что Воюем Постоянно Там Япония Там Германия Там Турки Там Персы Там Афганистан В состоянии Войны Страна Она в состоянии Мобилизации Поэтому Слово Демократия Иногда звучит Чуть ли не ругательство Вот вы тут Демократы Вот вы тут Либеральничаете Так сказать Вот Такой Полицический Округ Или Суворов Кутузов Чтобы Гнали Французов Это проблема Но она Кончается Сейчас мы В эти 20-е годы Скорее всего Перейдем К парламентской Республике Чтобы Люди Понимали Что они Выбирают Парламент Что там Есть несколько Партий Равно Великих И Они Как-то Удерживают Ситуацию В то же время Вырабатывают Линию Так сказать Влияния И Действий Правительства Которые Лучше Соответствуют Интересам Народа Но в принципе Страна Монархическая По менталитету Да Вот должен быть царь Но царь Как Иван Грозный Или как Петр Первый Или как Александр Третий Но когда там Александр Первый Слабенький Счеду Как Николай Первый Можно Но за тысячу лет Три-четыре царя Нормальных Все остальное Перевороты 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 Ну что Екатерина Вторая Убивает мужа А потом Ее Внук Убивает Отца Ну что это Их все хвалят Ой Екатерина Она Преступница Не Великая Екатерина Вот она И так далее То есть Петр Первый Вообще Все уничтожил Церковь уничтожил Это из-за него Прошла революция Февральская Нету царя Помазанника Божьего Взял Подмял под себя Церковь Молодой Нельзя Молодой Молодой Иди творчество Песни петь Молодой Иди Так сказать Спорт Молодой Государство Это седые волосы Это должно Вот как в Америке сегодня Все кандидаты В президенты Под 80 Все Сейчас новый проявился Блумберг 78 И другие все Меньше 70 лет Никого нет 60 Мальчишка Ты куда идешь Война и мир В смысле Проблемы войны и мира Ты куда Как у нас Тамада С воровских тусовок Девушка Пошла Конят президенты Где такое возможно Даже Зеленский Более приличный человек Чем она Ну вот пожалуйста По блату По знакомству И подписи собрали И денежки дали И пролепетала Девочка Попорхала крыльями А потом пошла опять Порнографией заниматься Ну что это такое Ну что Как-то это не очень прилично Да конечно Ну что страна И вдруг такой человек Кандидат в президент Депутатом никогда не было Сельсовета Кандидат Президент Это же невозможно Откуда Столько тысяч подписей Ты можешь собрать Кто тебе даст Это все чувствуют фальшь Отсюда и уменьшение населения То есть Жизнь немножко фальшивая И демократия И экономика И семейная жизнь И даже погода Ну везде вода Все везде течет Такого не было никогда Ноябрь зима У нас наводнение в Сибири На Урале Теперь на севере Что-то скоро до Москвы дойдут И здесь какие-то реки Выйдут с берегов Так что все Размывается И во всем мире так В принципе Но мы опять где-то В десятку Пытаемся в пятерку войти Мы были в пятерке До семнадцатого года А сейчас через сто лет Опять обещаем Войти в пятерку Самых развитых стран Но дай бог Быть в десятке Девятое место Десятое В пятерку уже невозможно Владимир Чтобы нашу беседу Не посчитали зрители Таким договорным матчем Давайте тему протестов Затем Ради бога Нельзя не видеть Что они нарастают И знаете Я тоже давно живу Немножечко это похоже На атмосферу Конца восьмидесятых Когда вот такие же настроения Особенно кстати В среде творческой интеллигенции Помните дизлайки На клип Тимати В поддержку мэра Собянина Полтора миллиона дизлайков Песня вечерний М Гребенщикова Оксимирон Делают там Павла Устинова Там и так далее Тогда чем кончилось Мы знаем А сейчас чем это кончится Вы же мастер политического предмета Да Сейчас так не кончится Потому что К власти пришли те Кто якобы проиграл в девяносто первом году Вот еще одно Правильное Разумное решение ЛДПР Там вовсе не были симпатичны Члены ГКЧП Но я понимал Что власть у них И зачем же делать Промежуточный вариант На десять лет До девяносто девятого года А в двухтысячном Они все равно пришли к власти Медленно Потихонечку И сейчас реально власть в их руках Вы видите Губернаторами кто становится Все в прошлом Начальники с погонами Вот Поэтому Здесь Невозможен вариант перестройки Или же Какой-то демократизации Или же Так сказать Резкой жесткой критики Действующего режима В этом смысле Они научены Есть горький опыт Провала Девяносто первого года И перетрясли всю армию КГБ Ну все кто в погонах Сто раз перетрясли Полиция Милиция Это же У нас Уже в погонах Наверное Десять процентов Тех кто был Когда-то Но они же на улице Они где-то находятся И им хочется Чтобы Через их структуры Тоже Почувствовать Вкус власти Поэтому Вот такая Демократизация Или какого-то Варианта Майдана Или какое-то Вот В их Смещение Изменение Каких-то Резких Во власти Через протесты Не пройдет Будут арестовывать Заранее Рано утром А главное Экономически Будут душить Вот как ФБК Все Где у тебя деньги Реально Миллиарды у них Откуда Ребята Вы же бизнесом Не занимаетесь А накачивают Оттуда И Ленин Накачивали Так же И Троцкого И потом Всех диссидентов Накачивали А тут уже В открытую гонят Сейчас же Перевод за пять минут Уже деньги Пришли сюда И погнал их дальше Сто раз Однодневные Какие-то фирмы Поэтому Не будет Варианта Чтобы Власть Струсила Или Отошла В сторону Поэтому Я никому Не советую Переходить К вариантам Сопротивления Типа Как в Киеве Русской весны Не будет Будет русская кровь Но тихо Ночью И заранее Когда трудно Будет Состыковать Что этот товарищ Собирался Где-то Какой-то Протест Заявить Это сделали Специально Статья 282 Там Формулировка Безбрежная Любой Социальный Протест Социальная Розня Национальная Еще Понятно Религиозная Но Разжигание Социальной Розни Все Что угодно Вы Все Можете Под нее Подвести И уже Как говорится Какая-то Наступает Ответственность Это сделали Коммунисты Кстати Они сделали Покойный Илюхин Автор этой Поправки В закон Автор закона 282 Представляете Они делали Для себя Чтобы прийти К власти Чтобы никто Чтобы не было Антикоммунистической Пропаганды Вот Не смей Плохо говорить Про советскую власть И коммунизм А ударило По сегодняшней Молодежи Илюхин В могиле Коммунисты В оппозиции А этот закон Бьет Сегодня Когда любой протест Может быть Оформлен Как говорят Понятия Закрыли человека Вот Закрыют Одного Второго Третьего Запугают Найдут вариант Ребенок В детском саду В школе Жена Сват Брат Родственники Это Не проблема Запугать Человека Сегодня Владимир Ильич Сакраментальную фразу Хочу сказать К сожалению Регламент Неумолим Вам пора У вас следующая встреча Я знаю Последний вопрос Тогда Вот Про молодежь А социальные лифты Давайте себе представим Так помечтаем Что молодой Жириновский Сейчас приехал В Москву Такой же профессионарный Такой же Талантливый У него сейчас Есть шанс Сделать такую же Политическую карьеру Или потенциал человека Не всегда превращается В результат Это как-то высшие силы И их промысл Как считаете Меня могли заметить И Как сказать Привлечь правящую партию Вот И постараться Как бы Использовать мой потенциал Для защиты Существующего режима Или же наоборот Заметили бы И скорее стали бы глушить Это все Конъюнктурно Кто допустим Офицеры ФСБ Они направили Наверх записку Вот этот Жириновский Пора его остановить Если вот Это есть такой Жириновский Давайте его Поможем ему Пусть он развивается Там Городская организация Единой России Там Член высшего совета Посмотрим Как он будет говорить Выступать Сможет ли он привлечь У них же нет никого У них нет спикера Нету человека Который бы Выступая от Единой России Вызвал бы симпатии Троцкий должен быть Нету Троцкого Бухарин Нет Бухарина То есть Это вот проблема Для них Поэтому здесь Я бы приехал бы Вот два варианта Или бы меня сразу Осадили бы Чтобы я не Не созрел Как лидер А вы бы смирились Такой Седьмой год И последующий А в восемьдесят шестом Я еще помалчивал В восемьдесят седьмом Нужна была достаточно Смело Да конечно Конечно Вот я почувствовал Что началось Я вижу У них ничего не получается Вот И И начал мягко Начал Мягче чем другие То есть КГБ тогда еще было Они занимались теми Кто Вот Новодворска Ею занялись Пожалуйста Я не выходил С плакатом На Пущинскую площадь Горбачев фашист Я наоборот говорил Михаил Сергеевич Где-то там как-то Мы его сперва Восприняли Так положительно Первые два Три года То есть Я Имел возможность Жестко не выступать Но почему Потому что Я какое-то Положение имел Помните Фильм Иван Васильевич Меняет профессию Там Шпак говорит Две дубленки Два фотоаппарата То-то-то У меня то же самое Две квартиры сделал У меня было что Где жить Значит Две машины у меня было Запорожец Потом Жигули Две дубленки Также было Еще один на работе Заметил А что это у тебя Вторая дубленка Представляешь Нельзя две дубленки А куда Дену деньги Если я заработал деньги А что я куплю Я не люблю Браслеты Там кольца Я купил вторую дубленку Одна Такой типовой цвет Коричневый Да А другая Дымчатая Ну вот я делал Две Нет Все Заметили уже Дубленки Дубленки У него две А на другой работе Поднимаюсь по лестнице Бухгалтер Ну у тебя Из березки Сапоги Ну что там Только там Такие были Обувь На простом магазине Не купишь То есть Я имел что-то Я уже был большой Мальчик Все это помню Дубленка Это была целая Такая Жизненная Достижение А я это взял Потом маме купил Еще Потому что Я из-за границы был Поехал Сам себя направил Меня никто не приглашал Потом продал машину Потом купил квартиру Потом имел клиентов То есть подрабатывал То что называется Это левые подработки Вот И Деньги Вот У меня было накопление 100 тысяч брежневских рублей Сейчас это непонятно Это 10 машин Жигули Вот они стоят По-моему 500-600 тысяч То есть 5-6 миллионов Современных денег То есть В советское время Я был миллионер Но как В основном Это сталинские облигации Которые С 46-го По 53-й Дарили Так сказать 46-го Вместо зарплаты Выдавали А я их как-то Сохранил Все порвали Куда-то дели И Горбачев Взял нам И поменял на деньги То есть Накопление было За счет предков Они там 50 лет Эти облигации Получали 30% Зарплаты Выплачивали Этими облигациями Поэтому Первый капитал Такой Ну плюс Эти левые Приработки И у меня было что-то Поэтому я был Более такой мягкий И образование Было И квартира Была Я помню Убожка Он 20 лет Провел в психушках Вот они были опасны КГБ за ними следил Он орал На Пушкинской площади Как он Поцелал всех Материл Вообще С кровью готов Смешать был Страну Новодворская Там еще какие-то были А я тихо Спокойно все делал Это Мне позволило Остаться На плаву А если бы я сейчас Приехал Неизвестно что Может быть я пошел И принял бы участие Социальные протесты С молодежью Они выходят Я бы не знал Что к чему Я же начал С Пушкинской площади Новопушкинский сквер Арбат А сейчас бы я приехал В Москву Вот там Покровские ворота Петровка Трубная площадь Там где-то вот Бульвары Я бы Кто идет куда Подходил бы к ним Разговаривал бы А ФСБ бы следило Если бы она увидела Что я начинаю влиять Что меня слушают Как на Арбате Я же Себя проявил Тем Что меня слушали Слушали те Кто хотел партию создать И стали меня агитировать Чтобы я к ним пришел Возглавил Они понимали Деньги есть Структура есть Все есть Руководителя нету Вы были самые яркие персоны Да Так получилось Даже в студенческой среде Я первый раз О вас услышал Вот именно Ну вот Вот Поэтому это Тогда мне это помогло подняться Если вот сейчас Могли бы Помочь мне подняться Чтобы появился У единой России Более такой Приемлемый руководитель И хотя бы Городского уровня Или я бы оказался в оппозиции Кому бы я пошел Я не знаю к кому Вот они Кто выходят сейчас Сторонники там Гудков Навальный Или Эхо Москвы Я бы не мог их поддержать Эхо Москвы Которые Очень много плохого Говорят Каждый день О нашей стране Ну там сейчас Разные люди бывают Бывают разные Согласен Они меня иногда Звали Вот Так что очень трудно Определить Вот это Называется Историческое везение Если бы я начало Одна партия Продолжение С огромным Сожалением Владимир Иванович Хороший разговор У нас Состоялся Такой честный Прямой Я другого Честно говоря Не ожидал Буду просить Ваш секретариат Продолжить Хорошо Хорошо Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...